Всем приветушки, вы на канале CryptoCommons и перед вами Биткоин. Самый офигевший, высокодоходный, нашумевший и просто крышесносный актив третьего тысячелетия. Посмотрите сами, вот у нас масштаб плюс-минус всей его истории, вот у нас канал логарифмической регрессии. И кто бы там что ни говорил в моменте, у нас тут очевидно есть бычьи рынки, медвежьи, бычьи, медвежьи, бычьи, и сейчас мы в бычьем походу все-таки. И также у нас очевидно абсолютно есть зоны накопления внизу этого логарифмического канала и зоны распродаж, то бишь дно рынка и его потолок. И вот у нас была опять же зона накопления в прошлом, позапрошлом году, и сейчас мы движемся к нашей зоне распродаж, которая по этой модели, сток-то-флоу, будет где-то на шестизначном биткоине как минимум. То есть диапазон 100-200 с чем-то, 300 тысяч долларов. Но это все, конечно, сладкая спекуляция. Ждем мы с вами Туза Муна. А пока в процессе этого движения находимся, давайте поговорим более детально, что мы тут видим в приближенном масштабе. Сразу хочу сказать, что если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать комментарий. Это очень помогает, а вам ничего не стоит. Что мы тут видим при ближайшем рассмотрении? Так это то, что у нас с вами пятая неделя. Это недельные свечи. Недельные свечи хайконаши, кстати. Свечи хайконаши гораздо лучше показывают тренд, чем обычные свечи, если кто не знает. Вот обычные свечи. Они выглядят очень запутанными всегда. Видите, то красные, то зеленые. Вот сейчас у нас красная опять свеча. Якобы вроде бы коррекция. Но свечи хайконаши, они более четко держат тренд. Об этом есть у нас урок на канале. Если кому интересно, кто не в курсе, обязательно посмотрите его. Он находится в описании видео, под видео. Вот здесь вот полезные уроки. Найдите обязательно здесь урок. Вот урок по хайконаши. Это единственная ссылка не на YouTube, а на Кост.ТВ. Потому что YouTube его удалил из-за того, что это перевод англоязычного урока. На него там какие-то авторские права пожаловались. Короче говоря, смотрите его по этой ссылке на Кост.ТВ. Ну а кто понимает, что такое хайконаши, продолжаем. Эти свечи держат тренд, и они нам показывают, что тренд все еще бычий. И в моменте. То есть даже если будет внутри этой недели какая-то коррекция, не вопрос, она может быть. Например, на дневном таймфрейме мы можем уже ее видеть. Вот она начинается, да, вроде как. Но с другой стороны, она и здесь так начиналась, и здесь. И выглядит все очень хорошо. И при ближайшем рассмотрении, вот мы тут чертили с вами на стриме, мы пробили очень важную зону сопротивления. Это 42 тысячи. Вот посмотрите, как долго мы об нее долбились. Вот здесь, и вот здесь. И вот здесь, и вот здесь не могли пробить. И вот здесь пробили, откатились, пошли, снова пробили. И еще даже ни разу не вернулись на ее ретест. То есть по логике, по здоровой логике, как мы с вами чертили, мы в какой-то момент можем вернуться на ее ретест, и ничего страшного не будет. Но перед этим мы можем сделать еще один заброс наверх, как мы тут рисовали. Вот, видимо, мы не по этому, не по этому, а по третьему сценарию сейчас пойдем. И, может быть, все-таки сходим на ретест этих значений. Так что будьте просто осторожны. Вот здесь у нас потенциально может быть небольшая локальная вершинка, а здесь потенциально локальное дно для перезахода. Но с другой стороны, сейчас очень многие топят про коррекцию. Все ждут, что биткоин хотя бы вот так вот сделает перед продолжением роста. Поэтому он может, конечно, всех удивить и сделать вот так вот и сразу улететь на новый all-time high. Так что, знаете что? Никогда не говори никогда и будь готов ко всему. Бычий рынок, он на то и бычий, что всем дают заработать. Все спрашивают, за чей счет будет праздник? Кто заплатит всем этим лонгистам? Шортисты, ребята, шортисты. В бычьем рынке те, кто ставят против роста, против цены, продают, они и платят за банкет. Так же, как и в медвежьем, наоборот, платят лонгисты, которые не верят в то, что мы будем падать и откупают. Так что вот, что еще хочется сказать? Очень бычая новость в Твиттере. Мартини Гай написал, срочные новости. Биржа Binance признана невиновной в совершении противоправных действий в Федеральном бюро расследований Соединенного Королевства, UK. То есть, что это значит? Это очень бычие новости для биткоина, действительно. Потому что все нормально, то, что они там их проверяли. Помните вот эта вся шумиха, что в Европе запрещали торговлю с плечом? Возможность, что сейчас, короче, все это они откатят назад. Как с Ripple было. Помните, Ripple, когда падал до 20 центов, тоже там были, типа, что суд. Сейчас их шумиха с судом, это неразбериха. В итоге, что мы увидели? Давайте, кстати, посмотрим. XRP давно не смотрели. Вот, XRP к доллару. Вот у нас был препамп. Помните, XRP полетел вот здесь. Здесь вот все сказали, все, XRP to the moon. В итоге 75 центов. Шумиха с судом. Бам! Ripple упал на 18 центов. Все сказали, ну все, Ripple скам, их будут судить. В итоге дальше что? Хопа! Ripple улетел на 2 доллара. И сейчас, кстати, снова, смотрите, удержал восходящую поддержку. И собирается, походу, улетать еще выше. О чем, кстати, я вам и говорил все это время, если вы меня смотрели несколько месяцев назад. Что вот это был препамп. Дальше мы видим, что в целом, несмотря на то, что вот здесь мы опустились ниже, чем были, немножко. Но следующий, тем не менее, это был памп и дамп такой, да. И дальше следующий памп и дамп уже выше, понимаете. То есть в бычьем тренде, он же тоже не сразу наверх to the moon. В бычьем тренде зарождаются вот такие маленькие памп и дампы, но они должны становиться выше. То есть повышающиеся минимумы должны становиться у цены. И более параболическое закругление наверх. То есть вот если мы вот это сейчас увидим по риплу, то это подтвердит мою теорию о том, что это зарождение следующего бычьего цикла. Это по-любому пампа-дампа, который в итоге начинает все меньше дампить и все больше пампить. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Вот, и по биткоину сейчас то же самое, и по бинансу, походу, будет такая же история. Но, ребята, есть и обратная сторона медали. Хочу вас предостеречь. Сегодня утром получил сообщение от нашего друга Славы, Аксенсус из канала Russian Crypto Family, большой, кстати, им респект, о том, что его также ограбили на бинансе. Вы, наверное, уже в курсе, что там есть дырка, через которую можно создать свой NFT-магаз и продавать супер бесполезные штуки, каким-то образом прохаков компьютер. Короче, Слава попался на такую же уловку, как и этот знаменитый CryptoAnton, да, по-моему, пёс, когда он заходит на свой бинанс и видит, что там баланс просто близок к нулю. И оказывается, что как будто бы он сам купил вот эти NFT-шки, хотя, естественно, он сам ничего не покупал. В общем, ребята, сейчас гуляет какой-то то ли Троян, то ли какие-то кукис через VPN. Короче, как я понял, у ребят у обоих Windows, Google Chrome и VPN, но я точно не уверен. Мы постараемся завтра еще их выцепить на стрим и подробно это обсудить. Но в двух словах, фишка в том, что будьте осторожны, не качайте никакие подозрительные программы, не ставьте. Потому что вот чувак заходит на бинанс и видит, что якобы он купил сам какие-то бесполезные NFT-шки на 30 тысяч долларов. И отстой-то в том, что такую сумму, чтобы вывести с биржи, вам по-любому потребуется двухфакторка, подтверждение, и без вас ее не выведут. А вот чтобы купить NFT-шку, ничего не требуется, это просто как купить монету, сделка. Поэтому это очень опасная фигня, дисклеймер. Мы к бинансу очень уважительно относимся, и они сказали нам, что они постараются как-то решить эту проблему, этот кейс рассматривают. Но будьте бдительны, ребята, обязательно. Не храните много денег на биржах и не ставьте всякие подозрительные шпионские штуки на свой комп. Бинанс, конечно же, сразу же отреагировали на эту историю и прикрыли возможность регистрироваться не пойми кому, как NFT-художникам. Вот, видите, в настоящее время функция создания доступна только для избранных художников и партнеров бинанса. Ну, будем надеяться, что они эту дуру прикроют, потому что это, конечно, для скамера лазейка та еще, чтобы вывести большую сумму. Понимаете, да, он создает ненужную фигню и впаривает ее вам без вашего участия. Ну, будем надеяться, что все решится. Ну, и к разговору о биржах на Bybit World Service of Trading. Наша команда, мы создали закрытый чат, как и обещали. В нем уже 22 человека, хотя в нашей команде уже 44 человека. Так что, ребята, кто сейчас смотрит и до сих пор не добавился, объявитесь. Под постом в нашей телеге, закрепленном вот здесь в канале, напишите свою учетку, сделайте скрин, что вы в команде. И мы вас добавим в закрытый чат. Закрытый чат только для участников турнира. И здесь также вы можете получить крышностнейшие бонусы по вот этому промокоду. Опять же, последний пост у нас в канале именно об этом. Вот, присоединяйтесь к нашей команде по ссылке. И на странице наград введите промокод WSOTVIP большими буквами. И получите бонусы вот до 3000 долларов на депозиты. Здесь все написано, на какие депозиты, какие бонусы. Заходите, собственно, на эту страницу наград. Вот она. И здесь вводите просто WSOTVIP промокод и нажимаете получить. Дополнительную награду. Очень-очень клево. Вот, но это сказано. Поехали к делу. Что мы сейчас видим? Небольшую коррекцию. Каковы шансы, что она пойдет еще ниже? В принципе, шансы есть. Но я посмотрел сегодня крипто YouTube. Все как один. И Слеза Сатоши, и Пифагор, и Моцарт, по-моему. И кто там еще бывает. Все как один практически трубят про то, что мы идем на коррекцию. Причем на сильную. Возможно. Я этот вариант не исключаю. Мы и так уже очень хорошо поднялись за это время с 29 тысяч на 50. Практически удвоились, скажем так. Но возможно, что перед этой коррекцией мы еще сделаем его так. Поэтому будем посмотреть, как говорится. Давайте глянем доминацию биткоина. Что мы здесь видим? Доминация биткоина идет по нашему своему плану. Она не смогла пробить вот эту сетку маркетцифера и пошла ниже. Я думаю, что это знак на то, что мы будем видеть супер масштабный альт-сезон этой осенью. Такой, который вы еще не видели. По аналогии, как было в 2017. Вот здесь, посмотрите. Мы несколько раз отскакивали. Вроде как, типа альт-сезон заканчивался. Доминация биткоина начинала расти. Вот как сейчас, правда? А дальше что? А дальше просто туза дно доминации биткоина. То есть, грубо говоря, туза мун альтов к биткоину. Поэтому мое мнение все еще такое. Я по-бычи настроен на альткоины. Конечно же, не без вытряхивания. Всех мы поветряхиваем. На вот этот уровень исторического лоу доминации. Я думаю, он будет пробит. Потому что альтов гораздо больше. Ликвидности в них гораздо больше. И пампить есть куда. И как раз вот это и будет примерно финалом бычьего рынка 2021-2022 года. Когда альты очень сильно затуза мунят. Вот здесь вот начнут уже в них залетать конкретно хомяки. И потом доминация начнет восстанавливаться. И это будет уже знаком того, что мы в медвежьем рынке в целом по крипте. Я настроен на такой вариант. Что могу еще сказать, что я прикупил немного ваннча. Он пошел с тех пор наверх. Я вижу в нем здесь восходящую поддержку. Вижу зеленую точку на маркетсайфере. Меня это радует. Я прикупил... Ну, про аудио я уже говорил. Аудио немножко скорректировался. Но в целом очень бычая хорошая картина. А вот кардана, например, я не прикупил. Потому что он уже переписывает all-time high. Конечно, он, наверное, еще выше сходит. Но в целом для меня это называется уже поздно. Если я на этот поезд опоздал, я не буду впрыгивать в последний вагон. Тем более вот небольшой дивер вырисовывается по метрикам. Вот сайфера и цене. Пока еще, конечно, не подтвержден. Может быть, вот так, если мы сделаем. Но тем не менее я в уходящий поезд не запрыгиваю. Я рад за всех, кто покупал карданы вот здесь. Но я лучше буду смотреть на монеты, которые вот здесь. Все еще. И вы знаете, что это за монеты, ребята. Basic Attention Token к биткоину все еще здесь. В зоне накопления. Он как выстрелит, мало не покажется. Тем более у них там сейчас масштабный проект. Не только Brave Browser, но и биржу они свою пилят. Децентрализованную и так далее. Bitcoin Cash к биткоину. Там же. К доллару. Вот он уже развернулся. Смотрите, пошел наверх. А к биткоину. Bitcoin Cash все еще валяется под дном вообще. Вот сколько тут было манипуляций. И сейчас, по идее, разворотная уже история вот-вот начнется. У истоков тренда, что называется, можно зайти. Ну Dash я даже не буду сейчас открывать. Вы все знаете. Он, кстати, прекрасно полетел. Всех поздравляю, кто по Dash в To The Moon находится. По лайткоину, в принципе, тоже очень красивая ситуация. К биткоину он просто на днище валяется на полном. И я думаю, что мы в какой-то момент увидим очень хороший отскок. Единственное, что вот здесь тоже было, видите, днище. Потом был ложный пробой вниз. И потом уже хороший памп. То есть, возможно, будет ложный пробой и хороший памп. Но, как бы, для меня на балансе вероятности уже то, что это вверх, это гадалки. Не ходи. Интернет-компьютер давно просит сказать, что тут. А, это Icon. Icon, кстати, тоже ничего. Посмотрите, зона накопления. Icon очень хорошо может стрельнуть. Зеленая точка. MoneyFlow пока еще красный, но Icon может очень хорошо. Интернет-компьютер. Да, вроде разворотная формация ICP. Посмотрите, да, есть явная вот такая штука. Но не забывайте только одно, что ICP на пресейле стоил примерно в 100 раз дешевле, чем он сейчас все еще есть. И если те ранние инвесторы захотят и дальше разгружаться, не дожидаясь Тузумуна, то они будут разгружаться, и эта штука будет еще падать и падать. Поэтому может, конечно, в целом в долгую сыграть. Может, но я пока ICP не набираю. Я просто вам говорю то, что делаю я. Вы делаете свои выводы, и я могу оказаться неправ. Я просто чуве из интернета. И как бы все это не финансовый совет, вы, я думаю, сами понимаете. Mana, кстати, давно не смотрел. Mana у меня немножко валяется в холде. Но вот она вроде как растет и растет. Ну, тоже уже можно сказать на некой середине пути, но, скорее всего, пойдет еще выше. По BitDAO, кто спрашивал, я держу BitDAO. Для меня это инвестиция. Я даже его на график не смотрю. Буду его держать. Где-то год точно. Буду ждать листинга на Bybit. Вроде через месяц листинг на Bybit. По Tron мне нравится картинка. В принципе, Tron. Tron к доллару опять же развернулся. Похожая картинка на все альты, но еще не до запампленной. То есть, по аналогии с Cardano и со всеми делами, он сейчас пойдет выбивать вот эти хаи и куда-то выше. Tron к битку это подтверждает. Tron к битку вот выходит из долгой-долгой зоны накопления. Все еще не вышел. Тоже здесь можно все это воспринимать за зону накопления. И, в принципе, любой второй альт. Возьмите, ребят, вот Neo, все остальное. Как бы, ну, серьезно вам говорю. Все абсолютно то же самое происходит. Абсолютно то же самое. Вот. Поэтому, что тут скажешь еще? Я не знаю даже. Покупайте недокупленную крипту. Покупайте недокупленные альты, биток, естественно же. Опять же, альты вам для чего нужны? В основном спекулятивно, чтобы сделать больше битка, правильно, или тезера. Поэтому смотрите то, что еще не запампилось. Покупайте и сидите, ждите тузамуна. На тузамуне плавно выходите. Как всегда, все гениальное просто, если не усложнять. Ну и золото. Опять же, ребята, золото, конечно же, выглядит очень по-быче. Золотом можно торговать на нашей любимой бирже Femex. На которой, кстати, еще одна очень интересная штука сейчас происходит. С конкурсами и трейдинг-бонусами для наших русскоязычных подписчиков. Сейчас вам серфи о ней расскажет. Если кто-то из вас не знал, у нашей любимой биржи Femex есть русский телеграм-чат и русский телеграм-канал. Я рассказываю вам про них, потому что там за активное общение каждый месяц раздают трейдинг-бонусы. И постоянно проводятся конкурсы, в том числе в формате викторин. Совсем скоро будет запущен конкурс «Пригласи друга». Уже в эту пятницу стартует конкурс «Ко дню российского кино». А каждую среду проводится конкурс «Угадай цену биткоина». И конечно же, не забывайте про невероятные бонусы за депозит, которые действуют уже сейчас. Обязательно подпишитесь на канал анонсов Femex и вступайте в группу Femex Russian, чтобы не упускать эти прекрасные возможности. Ссылки, конечно же, есть в описании. Всегда пожалуйста. А также новые крышесносные бонусы. По нашей ссылке на нашу любимую биржу Femex обновились трейдинг-бонусы. Зарегистрировав аккаунт по ссылке и внеся депозит, вы можете получить до 2000 долларов трейдинг-бонусами. Всегда пожалуйста. Вот, поэтому, как вы поняли, да, подписывайтесь на русские телеграммы Femex, обязательно участвуйте в этих конкурсах. Там ничего сложного нет, как вы поняли. Просто угадываешь цену и прилетают трейдинг-бонусы. Ими можно торговать вообще по полной, как реальными деньгами. А по золоту, ну что, тут очевидный to the moon. В логарифмическом масштабе этого не видно. Но вот мы переписываем all-time high. В прошлые разы, когда мы переписывали all-time high, посмотрите, в чем было. To the moon. Поэтому золото в долгу, это определенно to the moon. Его искусственно сдерживают сейчас центробанки, чтобы не показать вам, какой трендец творится на самом деле. С обесцениванием фиатных валют, с воровством прямо из ваших карманов. Если вы храните в бумажных деньгах или в банках. Поэтому, конечно же, да. Манера мне нравится в последнее время. И скрипты еще мне нравятся. Манера как идет. Но вот на месячном таймфрейме мы видим, что оно тоже все еще в зоне накопления. Манеру. На дневке она поперла уже даже к битку хорошо, посмотрите. Был, конечно, здесь сильный дамп. Но это было во время роста битка на Новый год. На стыке 20-го и 21-го. А здесь, смотрите, манера к битку поперла и удерживается сейчас вроде так. Так что манера мне нравится, как выглядит. Очень отличается от других альткоинов. На самом деле, картинка по манеру. И к доллару тоже она уже вон как пошла. Но пока еще не переписал этот хай. Так что пока все еще можно рассматривать спекулятивные лонг-позиции, на мой субъективный взгляд. Но я держу достаточно мало манера, хочу вам признаться. Наверное, стоит нарастить позицию. Стеллар к биткоину. Опять же, мне очень нравится. Очень длительная зона накопления. Посмотрите. По стеллару к биткоину именно. Смотрите чаще, кстати, альты к биткоину. Потому что более понятная картина. Вот у нас каналчик, который является каналом накопления. Что происходит, когда мы из него выходим? Супер-мега-памп. Вот здесь, здесь. И в какой-то момент он будет и здесь. Это как осциллятор, как RSI. Видите, выглядит. Вот здесь будем продавать. Поэтому все, на самом деле, все сказал. С вами был Гриня. Это канал Crypto Commons, канал о крипте. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Торгуйте аккуратно, с холодной головой. И скоро-скоро увидимся. Ну, Солану, ладно, давайте глянем. Солану, опять же, вот я бы не брал. Посмотрите на это. Включайте почаще недельки. Ну, какой тут брать уже? Все, это только если шортить. И то, на свой страх риск, потому что может выше улететь. Но скорее, когда вот такое что-нибудь увидите. Вот такую дикую тень. Красную на хайканаче. Это скорее шорт, чем лонг. Все. Дисклеймер, не финансовый совет. Всем профитеролей вкусных. И скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»